Добрый день, друзья! Сегодня воскресенье, 4 апреля 2021 года, и у нас воскресная поездка, поездка выходного дня. Мы едем в палеонтологический музей села Ундры в Ульяновской области. Это примерно 200 километров от города Зеленодольска, и мы хотим показать вам красоты этого места, и, конечно же, поделиться с вами теми знаниями, которые мы приобретем в этом музее. Приятного просмотра! Поехали! Посмотрите, какие красивые облака, какое красивое, яркое, голубое небо сегодня сопровождает нас в дороге при выезде из города Зеленодольска. И хочется надеять, что на всем протяжении нашего пути, до самых Ундр, у нас будет возможность смотреть на прекрасные красоты нашего края. Хочу сказать, что сам по себе Ундрский палеонтологический музей – это первый музей в России, который располагается непосредственно на самом месте проведения раскопок, и единственный палеонтологический музей в Поволжье. Официально музей был открыт в 1990 году, однако сама идея сбора и систематизации палеонтологических образцов зародилась гораздо раньше, в 1981 году. И таким образом можно с уверенностью утверждать, что в этом году этот музей отмечает свое 40-летие. Уникальность Ундрского музея заключается в том, что именно здесь сошлись воедино череда интересных находок на осыпающемся высоком берегу Волги, желание учителя и учеников заниматься палеонтологией. И многие из вас знают, что здесь, на Средней Волке, при строительстве мостов, добыче песка, часто находят окаменелости. Однако именно жители села Ундры создали и поддерживают палеонтологический музей, являющийся, безусловно, жемчужиной Ульяновской области, так и, конечно же, всего Среднего Поволжья. А сейчас хочется показать вам те красоты, которые доступны каждому, кто путешествует по правому берегу Волги. Посмотрите, какие красивые холмы, бескрайние дали, а слева, скрытая льдом, бьется Волга. Особенность нашей республики и Среднего Поволжья заключается в том, что здесь холмы перемежаются равнинами. А если вы посмотрите вдаль, то облака около горизонта будут напоминать вам далекие горы. И такие виды открываются за каждым поворотом. Например, недалеко от села Ундры вам открываются потрясающие виды на долину реки Свияга. Мы находимся на высоком берегу этой реки, и перед нами далее на десятки километров. Яркое солнце, облачность, голубое небо. И таких мест на территории нашей страны и Среднего Поволжья очень много. Вот мы и подъехали к палеонтологическому музею, и сейчас пойдем на экскурсию. Ундорский палеонтологический музей располагается в центре села Ундры, в одноэтажном здании бывшей школы. Однако кажущаяся простота этого здания скрывает в себе уникальные экспонаты, начиная от перита и заканчивая уникальными окаменелостями и интерактивными моделями. Экспозиция музея посвящена эпохе от 180 до 1,5 миллионов лет назад. Вы можете видеть продольные слои конкреций, которые имеют уникальный и неповторимый рисунок. Такие минералы, как перит, переливающийся всеми цветами радуги, симберцит, темно-кофейного цвета и его аналог сингелит, более светлого оттенка. И, конечно же, шедевры камнерезного искусства, выполненные в сочетании различных минералов. После осмотра коллекции минералов вы можете посмотреть на экспозицию простейших морских животных. Например, билимнитов, небольших головоногих моллюсков, живших в морях сотни миллионов лет назад. Хорошо известные по учебникам биологии раковины моллюсков, таких как аммониты и наутилусы. Потрясающих форм и размеров, в том числе вот такие вот шипастые, которых я в жизни никогда не видел. На протяжении 120 миллионов лет на территории европейской части современной России существовал так называемый морепролип, соединявший океан Тетис с северными морями. Как вы можете видеть, территория современного Среднего Поволжья находилась в самом широком месте этого морепролива. И, несмотря на это, здесь, на территории современной Ульяновской области, были найдены позвонки одного из самых крупных динозавров, которого назвали Волго-Титан. Он, по некоторым оценкам, имел массу до 250 тонн и, по моему мнению, вел такой полупогруженный образ жизни, как современные гиппотамы. Первые позвонки этого динозавра были найдены в 1982 году. Потом на протяжении нескольких лет находили остальные части скелета этого динозавра. И только в 2018 году, спустя 36 лет с момента обнаружения первых позвонков, этот вид динозавра был полностью описан и является единственным в мире видом динозавра, жившим на территории современного Среднего Поволжья. В экспозиции представлены скелеты и окаменелости других динозавров, проживавших на территории современной Ульяновской области. В частности, ундорозавра, похожего на хищного дельфина, на косатку, макет скелета которого представлен на вашем экране, а сами окаменелости вы увидите чуть позже. Также в музее представлен фрагмент скелета элосмозавра, вида динозавра, имевшего очень длинную шею, которая позволяла ему незаметно подплывать к стае рыб и поедать их. В музее представлен интерактивный макет элосмозавра, однако я ограничусь лишь фотографиями, которые вы можете видеть на своем экране. Еще один раздел музея посвящен особенностям образования окаменелостей за столь продолжительное время. Этот раздел будет интересен детям, которые смогут наглядно увидеть и, самое главное, попытаться представить себя на месте палеонтолога, проводя раскопки. Вы можете видеть фрагмент скелета ундорозавра, реального скелета, который был найден здесь на территории Ульяновской области. Сам макет ундорозавра, который вы уже видели на своем экране, и ряд уникальных аммонитов, которые, оказывается, в своем развитии не всегда представляли из себя свернутые спиралью раковины, а они стали разворачиваться и превращаться в такие изогнутые трубочки. По некоторым оценкам, подобная трансформация привела к снижению скорости их движения. Но я никогда в своей жизни не видел раковины, которые не полностью свернуты, и Ундоровский музей дал мне эту возможность. Также хочется отметить, что помимо макета с раскопками, в Ундоровском музее есть уникальный макет по моделированию жизни динозавров, когда можно создать моря, океаны, озера, жерла вулкана, и этот вулкан рано или поздно начнет извергаться, рождая тепло и давая жизнь новым формам различных деревьев и динозавров. Каждого динозавра можно взять в руки, прочитать про него некоторую информацию, и, конечно же, для детей подобного рода макеты. Они являются настоящей кладезью и открывают новые возможности для того, чтобы глубже погрузиться в мир, который отстоит от нас на сотни миллионов лет. Хочется поблагодарить экскурсовода Сергея Ивановича, который погрузил нас в тот доисторический мир и исчерпывающе рассказал обо всех особенностях этого периода. Сказать спасибо всем сотрудникам музея, которые очень по-доброму отнеслись к нам как посетителям, рассказали интересные факты, и вообще мы были как у себя дома. Пожелать вам успехов, здоровья, новых открытий и процветания вашему детищу. Друзья, посетив Ундорский палеонтологический музей, мы испытали культурный шок. Это очень хороший музей, особенно с экскурсией. Если вы будете здесь, я от всей души рекомендую вам посетить это замечательное место и обязательно взять экскурсию, чтобы полностью погрузиться в ту эпоху, о которой рассказывается в этом музее. Здесь много экспонатов интерактивных, потрясающих моделей, которые можно конструировать самим. И это производит неизгладимое впечатление на посетителей. На этом я хочу поблагодарить вас за просмотр. Пожелать вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья и успехов. Пусть у вас все будет хорошо. До новых встреч. Пока-пока.